Всем привет, дорогие зрители! Канал Папа Юсов. Я с вами. Где я, друзья? Смотрите, смотрите, где я? Аэропорт, друзья. Анталия аэропорта. Знакомый приедет, встречает человек. Да, который наша стройка закончилась. Петхонку народ приезжает, который живет в своем недвижимости. Уже СОО готово внутри. Скоро не будет так, что купить так внутри техники, мебели. Так, в Турции жить отлично, конечно. Сейчас особенно зима. Анталия жить великолепно. Народ с Петхонку приезжает. У них ключ у меня, который наша стройка, который стоит, мы закончили. Вот сейчас перешел, хороший человек. Жалко, который сейчас такси очень дорого осталось. Пока время есть, встречаю народ, отвезу в свою квартиру, ключ сдаю. Если проблемы, решаю, говорю на свидание, что делать. Ситуация такая, хороший человек я. Хороший человек, серьезно говорю. Никто меня не встречает, который, когда я приезжаю сюда, только жена. Если время есть, если нет трамваи, я сижу, либо друзьям позову. Когда Россия, сколько раз я ездил, никто не встречал меня, только любимая жена, больше никого. У нас в Турции немножко в другой ситуации, друзья. Здесь с друзьям немножко по-другому. Вот эта тема сейчас, время есть немножко, вам объясняю. Турции, которые друзьям, что? Друзьям, которые... А что ожидания? Друзьям, что происходит? Турции, это друзьям немножко другой ситуации. Я много мест жил, друзья, Европа, Россия, которые сейчас в Турции. Подной Европой я жил практически, которые в самом большом. Бельгия, Франция, Германия, Голландия. Везде я был. Я везде практически я знаю, которые... Был друзьям, тоже был. Но друзьям, что значит, друзья? Друзьям, что значит? Простое друзья, или друзьям заработка, или друзьям настоящий брат. Либо друзьям настоящая подруга, которая без ожидания кто-то помогает у тебя. Либо ты помогаешь ему, без ожидания, без никакого. Вот, друзья, настоящим друзьям надо. Я сначала себе немножко объясняю, друзья. Я какой человек. Друзья, я горячий, хороший человек, честно говоря. Без ожидания, я помогаю народу. Без ожидания. Сколько народ пришел сюда, купил недвижимости. Сколько народ пришел так жить. Сколько народ за... Просто отдыхать приехал. Сколько, сколько. Сколько народ я так без ожидания помогал, знаете. Так, немерено, честно говорю. Немерено. Но народ, конечно, хотят платить. Хотят так благодарить. Иногда я говорю, давай. Иногда говорю, нет, не надо. Люди, конечно, так спрашивают у меня, если туда-сюда отвезешь, перевезешь, там что, что-то. Давай, благодарим тебя. Я иногда отказываю, потому что я вижу уже человека, ничего нету. Особенно так тебе платить. Если тебе платить, питание ничего не остается. Если... Боц. Боц. Без ожидания. У меня есть, друзья, денег есть у меня. Я не жалуюсь, которые еще деньги. У меня денег есть. Я зарабатываю, ради бога, стройкам, там еще YouTube. Мы зарабатываем. У нас, у которых большого проблем нет, денежки. Хватает. Хватает. Но миллион не зарабатываю, но хватает. Друзья, я один человек, и как обращаемся, всех вот так. Всех вот так. У меня нету, которые... Вот, X человек такой, E человек такой, у меня нет такой. Я всех одинаково обращаюсь. Всех одинаково. Которые... Вот, сейчас человек приедет. Я знаю, человеку деньги очень мало. Очень мало. Очень-очень мало деньги. Вот, человеку поддерживаю. Минимум что? Куда-то отвезти, перевезти, электричество воды активировать. На это все. Я отвезу. Я сам деньги не беру. Бесплатно я помогаю человеку. Бесплатно. Которые еще терковаться делю. Еще терковаться. Сколько меньше платить, сколько хорошо. Конечно, много народ придет. Корман немножко, деньги есть. Себе думает, там королица Елизабет. Сами люксовые, сами люксовые, люксовые ищут. Нет, ты там магазин не понравишь, другой магазин отведи меня. Мне говорят. Это не так, это не так. Такой народ, я честно говорю, не помогаю. Не помогаю. Я даже не поеду, этот человек рад. Не нравится мне, который себя ведет, который богатый. У тебя там нижний уровень увидеть. У меня не нравится такой народ. Поэтому я не поеду, не помогаю такой народу. Я горячий. Горячий человек. Иногда так потеряю издание. Да. Бывает. Народ очень много разных характеристов. Особенно, который сейчас Россия и Украина между собой проблема. И много народ приезжает сюда. Много народ. А сейчас никакого банка большие деньги не дают человеку. Человек-кормант. Какого деньги есть, приезжает жить сюда. Вот. А что ожидание этого человека? А что? Много чего ждать нельзя этого человека. Вот. Я поэтому блогерский, у нас там блогерский канал, надо поддерживать народу. Народ тебя поддерживает, ты должен поддерживать народ. Человек хороший или плохо. Какой национальный, националист какой, не касается меня. Черная голова или белая голова. Меня не касается. Всех одинаковый у меня. Характер одинаковый. У меня и веду друзьям. В России тоже были у меня два хороших друга. Еще друг, друзья. Которые, когда я кафе открыл, я вообще по-русски очень-очень плохо говорил. Сейчас так более-менее нормально. Раньше вообще никак был. Когда кафе открыл, у меня Боря, Дима, два други были. Они мне всегда помогали. Всегда там клиенты. Так, поговорить, там что-то купить, что-то перевезти, что-то отвезти. И пригласить клиентам кафе. Они меня помогали. Я тоже поддерживаю человека. Постоянно. А здесь спорь держиваю. Вот я не сегодня. Сегодня, да, друзьям. Завтра нет, я не такой. Постоянно держиваю человека. А сейчас они тоже. Один здесь живет. Поддерживаю. Вот. Настоящим друзьям. Вот так надо быть. Лам меня. Очень много, конечно, ломают у меня. Очень много. Которые помогают, помогают, помогают. Человекство нормально, отлично. Уезжает в свою страну. Даже не предупреждает. Я поеду. Либо я перееду. Либо я перееду. Вообще без предупреждения. Вообще никакой. Конечно, такой человек, что работа с тобой закончилась. У меня никакого помощи никакого дела с тобой. Они хотят это поговорить. Вот это понять. Вот так. Как понять этот человек? Ты мне больше не нужен. Ты сразу понимаешь, что человек хочет поговорить. Потом говорят. О, Иисус, привет. Как бы тебя на улицу видеть. Привет. Чего? Маленький проблемчик мне. Давай решаем. Решай. 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 Что я могу делать? Еще, друзья, так, и здесь Анталия. Вы знаете, так, туристов много здесь. Если человек хочет деньги зарабатывать здесь, может. Который местный умеет. Может. Много может. Много, много может. Как может? Может. Может. Человек здесь. Народ, когда приезжает, не знает ничего. Ничего не знает. Так можно там свой друзьям отвезти, который один... Мы стыкли на балкон, который ездили посмотреть Арифи. Короче, эту девушку я спросил, когда вы купили квартиру? Два года назад купила она. Где-то там у нас Кепец, в Девлетовской области, больница Кепец главная туда. Очень-очень близкое место, больницу. Два года назад туда квартира, короче, турецких лирам, я поговорю вам. Где-то 250 был. Вот так, самая-самая, люксовая квартира была 300 тысяч лирам. 300 тысяч лирам был. Два, две с половиной год назад. Она так показала мне там Тапу. Говорил, мне там блогер помогал, когда купить квартиру. Друзья, 375 тысяч лирам она купила тогда. Если я сейчас говорю, эта женщина, на этой квартире был 375, нет, 250 максимум был. Говорил, а что будет? А что будет? Уже произошло два года. Два года произошло. Здесь, я так говорю, ее настроение потеряется. И потом, может, человек начинает плакать, потому что стеклить в балконе денег нету человека. И там, конечно, там есть ее. Там, которые забрали ее. Много забрали даже. Много-много забрали. Говорят, там блогер помогает. Помогал. Я купил. Вот такой же, такой же работа. Очень много работ есть у нас здесь. Очень много. Которые что, обмануть народ. Есть очень много работы. Работать можете? Вот такой. Но я не такой. Я не такой, друзья. У меня так обращаются народ вот такой. Агентство особенное, говорят. И все, все, давай что, показываем. Вот такой, такой продадим. Я говорю, нет, что? Что? Я не такой. Человек, короче, мои друзья приезжают сюда, ищут квартиры. Я там, знакомое агентство. Оттуда там сотрудники. Говорю, там такой-такую квартира нужна. Они еще там 2% хотят получить. И еще, хочет добавить сверху. А сейчас, в данный момент, Анталия, что есть? Особенно. Много народ ищет квартиры, недвижимость. Есть много-много народ ищут. Много меня ищут. Короче, помоги, Иисус. Помоги, Иисус. Помоги. Я говорю, наша стройка закончилась. На следующей стройке есть. Есть знакомые у меня, там очень много народ есть. Но если я, его глава нет, я не могу с тобой, который... И что? У меня надо контролировать. Что купаешь? Где купаешь? Почем купаешь? Надо контролировать. Если я не контролирую, я не могу тебе переехать помогать. Вот. Я такой человек. Особенно там еще... И здесь жить, друзья. У вас разрешение, работу не дадут. А сейчас, видное жительство, с самым большим проблемой. Давай, сижу сюда. А сейчас, друзья, еще видное жительство, с самым большим проблемой. Одно место дают, другое место не дают. Жена дает, муж не дают. Детей не дают. Родители дают, детей не дают. Вот такая ситуация. Я так узнавал, друзья, Петхунг узнавал. А что надо делать? Короче, каждый родитель, которые... Мама и папа должны быть, и счет, показать минимум 6 тысяч долларов. Каждый счет. 6 тысяч долларов. Каждый. Надо быть, показать. Вот. Это надо подавать туда. Уже там 75 тысяч долларов. Обязательно, если квартира купаешь, надо показать. Ла Венже. Обязательно. Сейчас так трепется, вот такой. Налог хотят, конечно, зарабатывать деньги. Государство хотят. Мы не сможем поменять. Кому-то хочу, кому-то не хочу. Уметь в виду, которые... Видно жильцово подавать. Еще подсередники. Смотрите. Это беда. Один человек сегодня мне говорит, Юсуф, у тебя есть знакомый, который кто-то в Венже занимается, который рандовы забирает, который документы убирает, забирает. Я говорю, одна девушка была, позвоню, узнаю, что, какая, почем. Она сразу мне говорит, я помогаю за сотки. Сто доллар. Сто доллар. До сотки. А что будешь делать? Рандовы забирают. Сидеть, который компьютер сидит. Рандовы туда забирают. Там оформляют анкет. И что дальше? Если недвижимости есть, которые надо идти в топокадастрово, экспертизы, коменты надо забирать. Это тоже сам можешь. Компьютер сидит, сам можешь. Экспертизы, которые рапорт забирают, там в топокадастрово, сам можешь. Остальное что? У них там комент. У них комент, фотокопии туда-сюда. Сам можешь. Сам можешь. Зачем ты сто долларов даешь? Еще там говорят, сегодня знакомые. Почти у нас там один подсередник, который где-то 20 тысяч лир просил. 20 тысяч лир? За что это? Минетанский, который страховка, надо купить. Это да. Надо купить. Еще там 20 лет говорил. Куда деньги нужны еще? Где? Внутри еще там на карте платишь деньги. Еще там я туда не ходил. Один раз ходил, который один силипой человек был, помогал. Один раз ходил туда, тогда спросил. Тогда другой закон был, в 19-м году, который, в 20-м году. Другой закон был. Я говорю человеку, узнай, пожалуйста, 20 тысяч за что? За что 20 тысяч лир? 20 тысяч лир – это не маленькая сумма. 1100 долларов. Короче, 1100 долларов у нас где-то там 20 тысяч турецких лир. Я говорю, зачем ты даешь, сколько им деньги? Зачем? Ты это закрываешь, закругляешь, которые максимум 300 долларов. Максимум 700 долларов у них в кармане идет. Аккуратно, осторожно. Там сайт, который по-английски язык, по-русски язык, по-тургейстски язык есть. Свой язык. Ты айтишником работаешь, блин, не знаешь, что ли, сайты открыть, там, анкета оформить, рандоузы собирать себя. Можешь, можешь. Мелитанский полис не сможешь купить? Можешь купить. Вот, везде есть это. Даже интернеты продают. Тоже можешь. Свой фотокопий не сможешь делать. Можешь. Все можешь. Зачем ты тогда платить много-многому деньги? Не надо мне идти туда-сюда. Я говорю, хорошая работа, дай мне, я тебя делю, блин. И что, 20 тысяч лиро? Человек работает, короче, целом месяц за 8500 лиро вообще. Вот, эта девушка, работает целом месяц 8500 лиро. Те 20 тысяч, говоришь, там, ммм, не так. Аккуратно, друзья, надо жить немножко сейчас. Даже аккуратно, честно говоря, аккуратно надо. А сейчас ввести деньги невозможно. Еще там снимать деньги невозможно. Проблема большая сейчас. Если будет большая мировая война, еще будет, тогда понимаешь, тысячи долларов, куда, что, за что. Вот. Надо сохранить немножко. Дорогие зрители, Турция, короче, друзьям остановить. Друзьям остановить. Если хороший человек найдешь, держи ведь этого человека. Если хороший человек найдешь, без ожидания вам. Короче, человек просто помогает за деньги. Это не друзья, это не друг, это не подруга. Просто без ожидания надо быть человеком помогать друг на друга. Я вам говорил, я какого человека. Очень много меня говорят сейчас, если в бизнес открой. Я говорю, что откроем. Говорят, агентство недвижимости. Агентство недвижимости. Интересно. Интересно. И что? А что ожидания от меня, если я открою агентство, у тебя ожидания что? Это интересно мне. Это очень интересно. Я так планирую открыться, конечно, такой-то бизнес. Не такой может быть. Может другой. Может кафе. Может бар. Может что-то. Все равно будет у меня бизнес что-то. Что я пока не знаю. Пока не знаю. Грузия ездит из Анталии аэропорта один. А второй закрыт, по-моему. Машина парковалась там, которая туда парковка. Жду человек. Человек один приедет. Остальные машины приедет. Сын, который старший сын отправили сюда. Сейчас электричество в воде будем активировать. Человек будет жить туда. И потом они начинают купить техники, механики. Там я немножко нашел, которые бывшие техники. Перевезли у них квартира. Поддержка человека. Бесплатно. Пока у них деньги немного. Пусть пока живет, пользует эти. Которые где я ремонт делю. Туда привезли. И туда у них квартира поставил. Пустая, друзья. Короче, перейдет в самолет. Много самолетов. Пойдем посмотрим, что. Который человек в Казань переедет в Россию. Много интересного. И здесь погода хорошая, друзья. Не очень такой холодный. Не жарко, конечно. Посмотрим, посмотрим. Ага. 19.21. Надо было 18.30. Опоздание. Буду ждать сейчас. Вот самая первая Казань. 19.21 приземная цена. Это проблема. Жди Иисуф. Нету такого чая. Кофе здесь не продают. Поэтому, блин, ждать нигде. Друзья, здесь Ичхатлар. Короче, внутренний Турция. Самолет. И здесь больше народ. Многому народу есть и здесь чем. Которые. Другой аэропорта. Другой аэропорта, короче. 2-3 самолета приедет. Потом ничего нет. Потом еще 2-3 самолет приедет. Но и здесь куча народ. Внутри Рис. Очень много народ. Даже в уход, который... Туда очередь огромная. Так выглядит внутри. А сейчас, если дела нет, не можешь заходить туда. Хотел бы внутри. Давно-давно не было аэропорта, честно говоря. Очень много политических здесь. Очень много. Которые кто-то так свободно гуляет. Они приезжают, спрашивают. Паспорта. Кому ждешь, то ждешь. Друзья, трамваем приехать, конечно, очень хорошая идея. Вот трамвай. Вот. Короче, туда идешь с границы. И здесь внутри Рис, который... Вот выход трамвай сюда. Очень удобно. Которые наши туда, где мы живем, трамвай. Можно сидеть. Пересадки. Сюда можно переехать. За 7 лера. Наверное, это аэропорт немножко дороже. Не знаю. Так, разный сидел трамвая. Надо сидеть. Видите, внутри которой очереди. Очень много народ. Да, сейчас неинестранцы тоже очень много есть. Везде так очередь. Я так вижу. Так несколько рейсов. Там вообще куча народ. Зима тоже много народ, друзья, здесь. Очень много. И здесь переход, который... На иннестранцы. Вот. У меня дальше надо ждать. Осталось 20 минут человека. Наверное, летом увидели сюда миллион народ. Сейчас посмотреть. Увидимся, друзья. Люблю вас. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк у меня. Давайте. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...